КАРТИНА ИСПОЛОДИЯ Картина исполнена суровой и торжественной гармонией. Благодаря тонко разработанной цветовой гамме от темного к светлому, а также устремленной вверх композиции и художник и зритель картины, словно совершают в ней торжественное восхождение. От дороги, по которой медленно движется арба, к мягко поднимающемуся горному склону. Затем к стволам и вершинам сосен и вновь к взымающимся все выше и выше горам, и, наконец, к небу с его переменчивым освещением и с той поэзией света, которую так просто и гениально художник смог передать на холсте. Картина, словно мощная симфония, завладевает чувствами и рождает богатые в ассоциации. Совершая прогулки или поездки в горы, когда это позволяли обстоятельства и здоровье, Васильев впитывал в себя величественное спокойствие, исходящее от горных склонов, поросших деревьями или каменных глыб, нависших над тропами, неожиданных обрывов, открывающихся за поворотом дороги. Это было особо, неповторимо в своей гордой красоте мир. Во время таких, скорее всего, нечастых путешествий и родилась мысль о картине, вобравшей в себя его понимание крымской природы. Работая над картиной, вновь торопясь закончить ее конкурсу и понимая, что спешка и торопливость не лучшие советчики в серьезной работе, он собирал всю свою волю, сознавая, что только полная преданность творчеству поможет разрешить высшую художественную задачу, поставленную им перед собой. В эти дни он писал Григоровичу. «Жизнь моя, Дмитрий Васильевич, незаурядная, текущая мелкая и спокойной струей по мелкому ложе. Немногие бы на моей дороге удержались бы так долго, как я. Немногие бы испугались той огромной цели, которую я решил или достигнуть, или умереть на этой дороге, ни на шаг не отступая стой. Эта работа стала последним завершенным произведением пейзажиста. На конкурсе «Общество поощрения художников» картина вновь завоевала первую премию. Ее приобрел для галереи Павел Третьяков. Субтитры создавал DimaTorzok